Франция может передать Украине гиперзвуковые истребители «Мираж-2000». Переговоры о возможности получения этих самолётов ведутся. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. «Да, мы говорили о самолётах». Также Зеленский подтвердил, что среди западных партнёров есть те, кто и дальше боятся проигрыша России в Украине. В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов также подтвердил желание получить истребители «Мираж-2000» от Франции. В интервью изданию «Либерацион» он заявил, что украинские лётчики – одни из самых квалифицированных в мире, потому что имеют реальный боевой опыт. Никто не сталкивался в небе с российскими истребителями четвёртого поколения, кроме украинцев. Поэтому лётчики воздушных сил смогут с лёгкостью владеть техникой «Мираж-2000». РФ имеет 300 самолётов, поэтому Украина нуждается в большем количестве авиации. Буданов надеется, что Франция предоставит ВСУ эти самолёты. «Нам нужно больше зенитно-ракетных комплексов «Самп Тимамба», и мы ожидаем, что Франция предоставит нам самолёты». Стоит добавить, что бомбардировщик «Мираж-2000D» является носителем крылатых ракет «Скальп Е-G» и крылатых «Бомб Хаммер». Первый сейчас есть в арсенале украинских советских Су-24М, а бомбы Франция недавно анонсировала к поставке в Украину. По данным издания «Форбс», Франция может прислать около двух десятков истребителей бомбардировщиков «Мираж-2000D». Если Париж действительно примет такое решение, объявление может появиться уже скоро, ведь президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Киев в феврале. Кроме того, Эммануэль Макрон созвал 26 февраля срочную встречу с лидерами около 20 западных стран из-за Украины, чтобы послать диктатору Путину сигнал о решительности Европы. Обсудит, в частности, возможность закупки снарядов для Украины в третьих странах. На встрече выступит и Зеленский. Срочная встреча европейских лидеров – это реакция на эскалацию российской агрессии последние несколько недель. В частности, упоминается, полет Путина на бомбардировщики, способном нести ядерное оружие, что европейцы рассматривают как попытку запугать их. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба снова подчеркнул, что Украина нуждается в крылатых ракетах «Таурус» для защиты от России, а опасения по эскалации он назвал безосновательными. По словам главы МИД, дискуссии о возможных поставках крылатых ракет «Таурус» между украинским и немецким правительствами все еще продолжаются.